То, что 30 июля, будучи в нетрезвом состоянии, я приехал домой. Когда шел домой, между Гоголя 29 и 31 гуляла Яна. Мы с ней поздоровались, она спросила, привез ли, откуда ты приехал, я говорю, с работы еду. Она говорит, в тортик привез, я говорю, нет. Я спросил, ты кушать хочешь, она сказала, да. Я говорю, прием, я тебе бутерброд сделаю. Мы зашли домой, я сделал ей бутерброд. Она зашла в комнату, села на кресло. В этот момент я подсел рядом с ней. И начал разговаривать на интимную тему. Типа, подел, я тебе кое-что покажу. И она как бы согласилась. Мы зашли в дальнюю, как, в вторую комнату. Где она села на диван. Я сел рядом. И начал, у меня началась, как бы, паника, то, что сейчас она маме скажет, мама там придет. Я взял ее правой рукой и просто придавил. Сколько времени держал, я не помню. У нее пошла пена из рта. Я руку отпустил, она уже не дышала. Я начал собирать, заворачивая, то, что под руку попало. Взял сумку, положил в сумку, поставил на кухне. В этот момент зашел брат. Я ему сказал, что я поехал в лес на дуину, на налогу. Собрал удочки, переодел камуфляжную песодежду. Взял сумку, вышел на улицу и поехал до Сарфинового поля. Там я остановился, меня начало трясти. Я только тогда осознал, что я на этом надворил. Я больше ничего испугался. У меня началась истерия, паника. Я взял сумку, дошел до обрыва, достал тело и скатил его туда. Забрал сумку, сел на велосипед и уехал на речку. Туда приехал, переночевал. Утром, вечером еще ходил, спиннинг попидал. Ночь не мог спать, меня колотило, потрясло. Я все думал, как же, так, блин, получилось внезапно, неожиданно для меня. Я еще до десяти посидел там, на речке. Потом собрался, поехал домой. Когда домой ехал, то около садов мне позвонила мама. Сказала, что пропала яма. Потому что приезжали, искали и не могут найти. Я домой приехал, я переоделся, лег спать. Потом зашли брат и 20 сотрудников полиции. Они спросили, когда, последний раз я видел яму. Я им сказал, как. Потому что я видел ее 30-го, около дома она гуляла. И с тех пор я ее больше не видел. Когда они ушли, я взял мандраж. Я потом сходил, купил сигарет. Вышел, купил сигарет. Пришел опять домой. И я из дома больше никогда не уходил. Надо было переехать на работу. Денег у меня, как бы, я не был. Я позвонил маме. Вначале позвонил брату. Спросил у брата. Брат сказал, что у него, как бы, в наличии пока нет. Позвонил маме. Мама сказала, что тоже идет денег. Я написал записку на столе Косте. Я ушел на работу. Все. И пошел пешком. Дойдя до Монетки, до переезда, мне позвонил брат Паша. Спросил, ты где идешь? Я ему сказал, я иду на Монетки. Он мне сказал, дойди до заправки. Там мы встретимся. Я, говорит, тебе денег дал, Вика получил расчет. Я дошел до заправки. Мне доходя до заправки, мне позвонили на сотовые сотрудники. Спросили, где я нахожусь. Я им объяснил. Они приехали. И мы, как бы, с ними приехали туда, в администрацию. Здесь я пробовал примерно часов до 11. После этого я пошел домой, не успевать. Утром, на 16.06, у меня встретили дивизия. Я проснулся и уехал на работу.